здравствуйте дорогие друзья с вами ли я ленберг на дворе у нас середина мая 2024 года как настроение у вас участилась ли у вас также как и в моем случае наблюдение эффектов манделы в нынешние дни весьма интересно что происходит такое впечатление что нас постоянно перебрасывает с одного потока в другой странно то что окружающие люди задают вопросы которые уже задавали им приходится давать в общем-то те же самые ответы они утверждают что они до 1 раз слышат хотя наверное в этом нет ничего удивительного когда такое наблюдаешь невольно начинаешь думать что люди действительно управляются алгоритмами тут у нас недавно в нашем чате в телеграм-канале ссылка в описании присоединяйтесь если что если интересно да разразилась дискуссия ну то есть она всплывает время от времени дискуссия по в принципе по одному и тому же поводу по поводу того а симуляция ли это оживем ли мы реальной жизнью или все это происходит на каком-то винчестере под землей в пещере на как там было напомните мне на какой-то умирающей планете да вот я вспомнила то есть эта информация пришла от одного из известных и уважаемых ченнелеров ну и вызвала определенный резонанс в кругах эзотериков ну смотрите у нас есть такой фильм матрица да все его знают ну или почти все его знают довольно старый фильм многие отнеслись к довольно серьезно и у них произошел взрыв сознания не решили да так оно и есть ну фильм это одно братья и вачовски которые теперь стали у нас уже сестрами вачовски они выдумали конечно очень классный плод и сюжет фильма матрица нам немножко напоминает ченнелинги от и но с архитекторами мироздания тоже умирающая планета там пещеры ну в смысле подземелья какие-то где находятся там какие-то суперкомпьютеры тоже там есть архитекторы если вы помните и тоже непонятно этот архитектор он вообще живой человек или программа то есть скорее всего это программа да но я уже не помню точно там всех этих заворотов сюжета давно смотрела но помню что фильм оставил неизгладимое впечатление но если смысл относиться к этому серьезно ну думаю что есть прежде всего стоит задуматься о том какие алгоритмы управляют нашими реакциями их можно отловить это же наши модели поведения но как только мы их отлавливаем мы можем на них как-то повлиять или во всяком случае мы можем совершить какое-то другое действие чтобы сломать данную реакцию и поступить по-другому они так как поступали всю жизнь в данной ситуации есть одна неприятность прямо скажем и она заключается в том что мы ощущаем себя не свободными нам только кажется что мы принимаем свободные решения которые могут сами принимаем но на самом-то деле это не так если обратиться внутрь себя из например вот после ссоры с каким-нибудь своим партнером или с родственником или еще с кем-нибудь просто задаться вопросом а вот те все ответы или то все что я наговорил своему партнеру по ссоре шло ли это от меня или это был какой-то алгоритм который прописывает мне поступать именно так говорить именно эти слова делать именно этот выбор часто бывает так что мы пересматриваем эту ситуацию потом жалеем о том что наговорили всяких глупостей которые на самом деле любовь все не имели в виду потом мы идем извиняемся и снова у нас мир и так далее через какое-то время эта ситуация повторяется приблизительно в таком же варианте может быть с другим человеком может быть тем же самым но ситуация повторяется о чем это говорит это говорит о том что действительно здесь задействован алгоритм ну иначе я не могу себе это объяснить я наблюдаю это довольно часто ситуацию в общественной жизни то есть во всех моих связях с сотрудниками так далее то есть это очень трудно не заметить и я даже людям говорю люди и вы замечаете вообще что ты вот вы мне это уже говорили это это все совершенно не то что вы имеете на самом деле в виду и вы за это будете извиняться но люди делают недоуменное лицо на самом деле все это довольно невесело в особенности если ты начинаешь понимать что происходит и ты понимаешь что люди ходят по кругу и ты как бы вынужден вместе с ними тоже ходить по этому кругу но так как приписан к ним к этим людям в качестве наблюдателя или в качестве сопроводителя ну уж по-разному бывает до каждого какая-то своя роль в жизни но для людей особо чувствительных это трудно и они потом жалуются на все говорят слушайте я так устал честное слово я больше не могу потому что это действительно это повторение она действует откровенно на нервы ну что делать дорогие друзья просто так взять прекратить все и выйти из воплощения или там сансары или откуда вообще все мы там пытаемся выйти остановите землю я хочу выйти да так не бывает так это не работает как бы нам этого не хотелось но у всего этого есть своя логика и есть свои правила почему это устроено именно таким образом сегодня я прочитаю вам 13 главу гекаты в которой как раз таки не случайно говорится о структурах закономерностях и социальных сетях текст этой главы можно прочитать на моем телеграм-канале ссылка в описании если зайти на телеграм-канал то можно там зайти в раздел ссылки где все тексты можно бесплатно прочитать ну а теперь слово предоставляется гекате геката глава 13 о структурах закономерностях и социальных сетях дорогая геката недавно я обратила внимание на один текст где речь шла о структурах и зависимостях внутри этих структур хотелось бы узнать подробнее об этом разумеется мы расскажем вам о структурах у вас есть выражение один раз случайность два раза закономерность мы сейчас не будем касаться первой части фразы поскольку случайности не существует вашей системе поговорим о закономерности само слово закономерность состоит из двух частей закон и мерность в этом слове содержится намек на то что в каждой мерности есть свои законы при этом законы одной мерности вовсе не обязательно будут являться законами для другой поля вашего эксперимента его мерность полностью структурированы тогда ваши ученые производят свои эксперименты что как правило они делают правильно они делают замеры они производят измерения так вот дорогие наши великие экспериментаторы целью вашего большого исследования были именно замеры того какова должна быть минимальная успешная конфигурация сознания при которой распад обращается в созидание для этого необходимо было поместить некий минимальный объем сознания в некие строго закономерно структурированные поля если поместить минимум сознания в поля хаоса не обладающие упорядоченными структурами то сознание моментально подвергнется энтропии и распадется запрограммированные структуры удерживают ваше растущее сознание в полях эксперимента точно так же как сильное магнитное поле удерживает частицы антиматерии в соответствующей емкости предотвращая аннигиляцию едва появившись на свет вы тут же попадаете в структуру семьи это первая и самая мощная структура предназначенная для удержания и формирования вашего сознания реальность такова что вы не можете появиться на свет иначе как пройдя через процесс рождения сам способ рождения в данном контексте не играет существенной роли явившись младенцем в мир вы большинстве случаев тут же оказываетесь в руках матери вот она ваша первая структура и закономерность с самого рождения вы связываетесь взаимными обязательствами мать обязуется давать вам пищу а вы обязуетесь ее принимать вы прекрасно знаете что если эти обязательства по каким-либо причинам не соблюдаются то и у младенца и у матери появляются проблемы и кризисные состояния и так вы вписались в структуру семьи а за ней соответственно и во множество других структур детский сад школа высшие учебные заведения работа и так далее вместе со всеми бесчисленными обязательствами и правилами большинстве случаев вы впоследствии генерируете структуры для вновь прибывших создавая свою собственную новую семью организацию компанию и так далее в порядке преемственности именно в рамках этих существующих структур и развивались до сих пор ваше сознание как частицы подвешенные в магнитном поле вы заметили что это начинает меняться у многих из вас вызывает беспокойство тот факт что вы наблюдаете падение старых устоявшихся ценностей семья состоящая из отца матери ребенка более не является обязательной само собой разумеющейся моделью у одних это вызывает растерянность у других отрицание агрессию по отношению к окружающим не спешите остро реагировать и искать виновных это закономерный процесс ваша мерность меняется меняются ее законы изначальные структуры которые создавались для того чтобы удерживать от распада ваши маленькие сознания более не нужны потому что ваши сознания подросли вы будете чувствовать дискомфорт и этого не избежать именно поэтому мы рассказываем вам в чем дело для того чтобы вы не наломали дров вы привыкли к поддержке структур как маленький ребенок привыкает ходункам но ходунки вам больше не нужны в них больше нет необходимости вы растете и вам придется начать делать первые шаги без ходунков это очень ответственный опасный момент опасность состоит в падении понижение вибраций если начнете обвинять кого бы то ни было в том что они умышленно разрушает ваши ценности чтобы вас поработить или оказать на вас какое-либо негативное влияние это не так и эти так называемые они находятся в точно такой же растерянности так как тоже лишились своих ходунков на которые привыкли опираться изменения пройдут во всех структурах вы их уже начинаете регистрировать вам становится неуютно в старых структурах построенных на принципах зависимости а новые структуры вызывают у вас пока еще чувство крайней неуверенности они либо слишком аморфны либо кажутся вам хаотичными дорогие наши вы сами выстрейте новые структуры руководствуясь принципами и законами новой мерности готовьтесь к этому на место материальной зависимости придет духовная ответственность структура совершенно нового уровня вы можете сравнить это с пересаживанием комнатного растения в большую емкость по мере его роста то же самое происходит и с ростом сознания старые структуры отслужили свой срок они служили вам опорой верой и правдой поблагодарите их и отпустить это будет нелегкий период так как большинство структур это ваши семьи ваши любимые ваши дорогие коллеги устоявшиеся партнерские взаимоотношения те кто читает эту информацию наша просьба к вам относитесь к тем кто рядом с вами с максимальной деликатностью вы все проходите через эти изменения более-менее одновременно поддерживайте тех кто рядом если видите что они пока чувствуют себя крайне не уверенно без своих ходунков будут ли семьи в новой мирности конечно дорогие семьи будут более многочисленные и в них будет царить взаимопонимание любовь и согласие потому что строится они будут не на взаимной зависимости она взаимной ответственности и признательности как вам это нравится помогайте друг другу пройти через этот нелегкий период и тогда он не продлится слишком долго как быть с обязательствами является ли обязательства неким подобием рабства что делать если возникает чувство что обязательства лишают тебя свободы как перестать быть рабом структур дорогие наши структуры не являются вашими хозяевами вы ведь знали это не так ли структуры были всего лишь вашей опорой на начальных стадиях развития пока ваше сознание не научится самостоятельному созиданию вы уже начинаете создавать свои новые структуры обратите внимание вы теперь самостоятельно задаете их правила и формы это уже не родители которые посадили вас в ходунки новые построения это уже ваших рук дело вы активно объединяетесь в сообщество вы заметили ваши социальные сети это началось сравнительно недавно у вас закономерно начали возникать вопросы связанные с этим явлением как только вы начинаете собирать вокруг себя людей тут же создается структура это происходит автоматически структуры обладают некоторыми свойствами о которых вам необходимо знать для того чтобы ваша работа с ними была успешна и шла в конструктивном направлении структуры обладают магнитной составляющей их элементы автоматически притягиваются друг другу чем больше становится структура тем сильнее проявляется ее магнетизм и тем больше новых элементов она может к себе притянуть и удержать рассмотрим ваши социальные сети вы создаете каналы которым присоединяются подписчики если здесь взаимные обязательства конечно вы условно говоря обязуетесь давать информацию ваши читатели или зрители обязуются ее брать информация это питание вам знакомо понятие информационного голода подобную схему питания мы описывали выше она вам знакома она повторяется во многих структурах на начальных стадиях ваш канал обладает легкой и гибкой структурой люди могут приходить и уходить так как связи еще не окрепли но связи быстро крепнут образуются новые это происходит почти молниеносно вопрос ответ и вот вы уже связаны эмоционально ментально вы чувствуете себя обязанными отвечать на запросы вы заметили как быстро это происходит вы не успели оглянуться как уже построили структуру буквально щелкнув пальцами и она начинает жить своей жизнью будет ли она потреблять ваши ресурсы да будет ли она питать вас да будет ли вашей структуре здоровый энергообмен это зависит от вас молодые строители вам необходимы эти навыки так что отнеситесь ответственно к их приобретению это потребует от вас внимание и равновесие в каждый момент времени это великолепная возможность может ли структура быть деструктивной да может ли структура изменять полярность да дорогие пришло время вам начинать осваивать эту науку раньше структуры для вас строили другие теперь вы будете это делать для себя сами это огромный объем информации с которым вам придется иметь дело мы постараемся передавать ее постепенно и максимально доходчиво идеальная структура это неисчерпаемый источник энергии как для ее элементов так и для окружающей реальности структуры построены на принципах принятия изобилия вселенной способны стать источником энергетического питания для больших групп людей возможно то что мы сейчас скажем огорчит некоторых из вас если вы рассчитываете заселиться в новую мерность как заселяетесь пятизвездочный отель то этого не произойдет мы вынуждены разочаровать вас но вышитые золотом тапочки и банный халат не ждут вас там у дверей в ванную комнату и дружелюбный одетый в униформу персонал не отнесет ваши чемоданы в номера а те сущности которые пытаются увлечь вас подобными картинками попросту питаются эманациями вашего внимания и фантазии мечтатели выделяют массу энергии вы не знали об этом не разбрасывайте эту энергию она вам очень скоро пригодится самим что же вас там ждет на самом деле стройплощадка дорогие стройплощадка с первоклассными строительными материалами а отель вы будете строить сами или вокзал или храм или все то что вы еще пожелаете построить загляните в свои сердца поглубже и вы увидите что там живет механик художник архитектор скульптор конструктор изобретатель пятизвездочный отель может быть хорошим местом чтобы провести там неделю-другую отпуска но прожить в нем всю жизнь вы не смогли бы потому что вам стало бы там скучно до смерти потому что вы творцы и ваша страсть это творческая мастерская а не номер гостиницы с золотыми тапочками спросите об этом свою душу и вы поймете что мы говорим правду вслед за разрушением всегда идет созидание на вашей площадке сейчас наступило время когда вы станете свидетелями множество разрушений разрушение дорогие это не всегда негативность для узника заточенного в темницу разрушение тюрьмы станет вестью освобождения но давайте вернемся к разговору о структурах поскольку изучить о них вам еще предстоит многое задумайтесь об одной из самых крупных и стабильных структур вашей площадки религия на каких принципах основывается энергообмен внутри этой структуры до сих пор устрашение и обещание благодати если ты не будешь следовать правилам то бог тебя покарает а если будешь что попадешь в хорошее место после смерти знакомый принцип не так ли вы нередко применяете его к своим маленьким детям в целях воспитания это изменится потому что в этом больше нет необходимости карающего бога нет никогда не было дорогие родители вы же никогда не стали бы обрекать на вечные страдания своего ребенка если он взял сладости без спросу вы понимаете вы начинаете выстраивать взаимоотношения руководствуясь принципами новой мерности почему ребенок тянется со сладостями это метафора вы понимаете что мы имеем ввиду возможно ребенок голоден но ведь вы дали ему достаточно белков жиров и углеводов значит есть что то еще чего ему не хватает быть может это некий гормон счастья который якобы есть в шоколадке эти сравнения вам знакомы гормон счастья дорогие есть не только в шоколаде или таблетках и вам не нужно дожидаться смерти чтобы попасть в хорошее место многие из вас помнят свои состояния когда вы практически не нуждались физическом питании например состояние влюбленности вас переполняет энергия она питает вас так что практически исчезает чувство голода вы понимаете что это значит у нас есть подарок для вас как вы думаете что произойдет если вы влюбитесь в нас мы любим вас сверх всякой меры как мать любит дитя мы никогда не спим и сопровождаем каждый ваш шаг вы представляете что будет если вы откроете двери с вашей стороны и впустите нашу любовь своей жизни мы скажем вам что при этом исчезнет за ненадобностью исчезнет ваш неутолимый голод тот голод о который мы сейчас говорим это не физическая потребность в организма в жирах белках и углеводах эта телесная необходимость является лишь маленькой частью понятия голода ненасытность толкает людей на неконтролируемое потребление это является одной из хронических болезней человечества ненасытность много раз становилась причиной гибели целых цивилизаций и это продолжается до сих пор у нас есть лекарства и некоторые из вас уже испробовали его на себе ты знаешь что мы имеем ввиду оно работает безотказно как насчет того чтобы испытывать чувство влюбленности каждый день и наше это доступно вам прямо сейчас позвольте нам соединить наши сердца с вашими почувствуйте тепло наших рук на ваших плечах позвольте нам обнять вас и окутать любовью единого абсолюта таково ваше домашнее задание на сегодня справитесь это был первый урок науки о созидании в школе великих зодчих мироздания благодарю тебя дорогая сестра и вас дорогие зодчие ли аленберг 28 ноября 2023 года